Который меня потряс не только своей историей, но и языком. Действительно, вы сейчас все слышали, что это необычный язык. И меня не покидала мысль, как... Две мысли, точнее. Как это можно превратить в пьесу? Потому что там нет... Не всегда последовательный рассказ. И как можно разговаривать таким языком? Как его превратить в человеческий, да? И когда намеревался ставить этот спектакль молодой режиссер Егор Перегудов, и когда мы с ним встретились, вот меня тоже удивляло, почему он взялся за эту тему. Откуда я все это узнала? А я не знаю, откуда я все это узнала, потому что, как очень часто бывает, это просто начало как-то всплывать. И я поняла, что вот на этом языке и надо, собственно, писать. Потом я так глубоко в это вошла, что какие-то писала дополнительные сцены. Ну, то есть абсолютно уже... Абсолютно уже забыла вот эту норму, которая сейчас так называемая ленинградская норма, потому что после войны за норму был принят, вот на... За телевизионную и радионорму был принят ленинградский... Ну, как мне однажды в Крыму сказали, ваш ленинградский акцент. Значит, это что касается вот этого вот странного нечеловеческого языка. Теперь о самом спектакле. Я, современник, действительно был первым театром, который поставил этот роман. После этого его почти параллельно с некоторой разницей временной поставил БДТ имени Товстоногова. И с тех пор уже во многих театрах этот роман был поставлен. И вот, видимо, некоторые, как я вижу, отличия актера от режиссера. И, соответственно, я сама не рассматривала никогда этот роман как инсценировку для постановки. Вообще это в голове не было. Но режиссеры, вот они, видимо, какие-то другие люди, вот то, о чем говорила Алена, они видят внутри какую-то вот такую структуру, идеологию, и они понимают, каким образом это можно сделать, потому что очень многие режиссеры говорили мне, что в сущности особо ничего тут такого делать не надо, то есть оно как бы само бросится. При этом у всех спектаклей, которые я видела, все спектакли получились абсолютно разные. Вот, и опять же, когда меня довольно часто спрашивают, какой мне спектакль нравится больше всего, я говорю о том, что мне очень трудно, очень трудно сказать, какой мне спектакль больше нравится. Спектакль «Современник» — это такой мой первый опыт, первая любовь вот на театральной сцене, потому что, конечно, я пережила здесь очень сильные чувства, начиная с наших поездок в Санкт-Петербург. Да, надоедали, расспрашивали. А я там выходила по тем местам, которые нам неизвестны, ну, то есть мы не видели, и поэтому мы... Это как раз было очень приятно, и там было, мне было очень радостно, что Егор с Аленой приехали, и мы ходили, там гуляли, я все рассказывала. Там я была в своей привычной среде, и для меня просто было очень радостно общение. Но когда я оказалась здесь на одной из генеральных репетиций, и еще спектакль, еще репетиция не началась, и ходили, закисывали свет, я не знаю, как это называется, то есть, ну, устанавливали, и потом как-то, да, световая репетиция как-то для себя там отмечали, там, специально каким-то кодом, потому что это же, я так понимаю, не на каждой сцене заново, а там определенный код набирается, все, ну, как сказать, искусственный интеллект почти что там. И я помню, вот это первое у меня такое было чувство, я села вот так вот в угол куда-то, и думаю, господи, боже мой, как все это странно, взрослые люди делают, вот взяли эту книгу, делают это все, как-то я даже не понимаю, как им такое в голову пришло, вот правда сижу, сижу себе так потихонечку, и потом меня, конечно, совершенно поразила сама генеральная репетиция, об этом я уже как-то рассказывала, потому что, разумеется, я очень благодарный зритель, и совсем никогда ни на какой спектакль я не смотрю такими, знаете, злыми глазами, потому что я прекрасно понимаю, что одно дело книга, а другое дело спектакль, это другой театральный язык, и людям, что называется, виднее. Но я действительно пережила какое-то сильнейшее потрясение, когда вышли актеры на сцену, и у меня со мной случилось ровно то, что случилось с главным героем в фильме «Игры разума». «Тяжело, больно, вышли за тренинг», потому что два года они все ходили у меня в голове, а я это все писала два года, и вдруг они из головы вышли и начали ходить и разговаривать. Значит, у меня началась просто какая-то внутренняя дрожь. И потом еще я расскажу очень, ну, то, что они, конечно, вот я очень хорошо помню уже премьеру, на которую я приехала со своей младшей дочерью, и мы вот здесь сидели на первом ряду, и актеры играли так, что я все время слышала рыдание зала. Вот все залы просто рыдал. Моя дочь, она так сидела, и у нее с носа капали, капали, не знаю, что там у нее. Капало, короче говоря, разные жидкости капали у нее, отсюда, думаю, что слезы. И по тому спектакль, и текст построен так, что там есть и драгические, и абсурдные, и смешные места, то в некоторых смешных местах моя дочь, уже окончательно уйдя в пространство высокого искусства, она пихала на меня пук и говорила, здорово, она сказала. Я говорю, кто? Она говорит, Евдокия. Я говорю, это не Евдокия, сказала, это я. Я пахала, вы. Потому что она действительно глубоко погрузилась, глубоко погрузилась в происходящее, которое мне казалось, не заканчивается никогда. Я говорю, Егор, ну как вот я буду? Вот как вот люди сидят, слава богу, у меня минус-тое зрение. Я ничего не вижу, вот так раз снимаю, и все, я никого не вижу. Это меня спасало. Потом его надо было присвоить, я и так, и так, я и слова туда впихивала какие-то, и пыталась, думаю, менять местами. Думаю, я менять местами не могу, ну потому что вся сладость, то именно в этом построение вот этих фраз. Но, Егор говорит, ну хорошо, ладно, будешь резать морковку и лук. Слава богу, ну ты знаете, когда что-то режешь, говоришь как-то приятнее. И жарить, жарить, суп, будешь варить там и так далее, и так далее. Я говорю, ну ну слава богу, спасение, действие. Но он сказал, ну запомни, через некоторое время тебе не нужно будет ни лук, ни суп. Ни морковка, ни лук, ни суп. И прошло, значит, ну правда прошло много времени. Мне кажется, больше, чем лет пять даже. Я стала замечать, что мне как-то не хочется ни лук резать, ни морковку. Вообще ничего этого делать мне не хочется, потому что мне в кайф рассказывать вот эту всю историю стало. То есть, вот это все, понимаете, там в романе вот слышится, как вам сказать, очень слышится не специальность от ума, а много души и сердца. И вот когда много души и сердца, оно в тебя потом входит, даже если тебе трудно это присваивать, и становится твоим настолько, что даже говорить нечего. Ну, понимаете, мне кажется, что вы так и писали, не от ума. Вот совершенно не от ума. Может быть, вы меня поправите. Не от ума, как описаны романом. Не от ума. Не от ума, потому что женского, понимаете, сердца, и поэтому не открепится. Но я так услышала. Знаете, вот помните роман-театр. Вот как только писатель начинает писать от сердца, вот как Джулия начала играть от большой любви, так это все читать абсолютно невозможно. Точно так же, как я абсолютно уверена, что актеры, они говорят, что да, они играют от сердца, но тем не менее за этим школа, умения, за этим свои способы, вот как вы говорите, присвоения, вот профессиональные какие-то вещи. Так, собственно, и когда пишешь. Потому что пока пишешь, смотришь абсолютно холодными глазами. Вот как только начинается вот это, вот знаете, вот рыдание там какое-то, все, значит, надо пойти попить кофеечку, пойти вообще на дачу съездить, с кем-нибудь поругаться, ну, в общем, заняться чем-нибудь нормальным. Потому что вот этот вот язык, это действительно, я просто очень помню, как я ходила по комнате и эти все интонации отрабатывала просто, вот чтобы они, вот чтобы я их чувствовала пальцами, чтобы они, вот не то, что вот, ах, я там, более того, когда пишешь роман, ведь никогда не знаешь сюжет. Ведь я же не знала, что будет дальше. Вот я начинаю, я же не знаю, что дальше-то будет. Она у меня вообще, то, что она заболела, я сама удивилась. Поэтому там некогда вот эти вот сердечные, свои собственные сердечные дела решать. Но, конечно, с другой стороны, понятно, что так же, как и актер, так же и режиссер, так же и писатель, у нас, особенно, наверное, у писателя, у нас вообще никаких нету предметов, на которые мы можем в процессе работы положиться. Ну, я не считаю там компьютер, это, в общем, не предмет. Я себе не могу найти морковку и лук для того, чтобы я ее по ходу работы резала. Я должна это все сделать внутри. И в этом смысле, конечно, любой роман пишется вот отсюда. Он, конечно, пишется душой, кровью, там, я не знаю, памятью и так далее, и так далее. Конечно, только нельзя, чтобы вот эти все лирические чувства, они в процессе работы захлестывали. Да, ровно обратный подход, как у нас. Ну, вообще, правда, да? Потому что вот артист, вот мне, да, сейчас, знаете, какой-нибудь текст выучит. Я его очень долго буду учить. Вот если я остужу голову, то я просто его не выучу никогда. Как только там будет какое-то чувство поселиться, да, а еще желательно еще, как у нас есть такое слово «мизансцена», когда здесь ты говоришь эту часть текста, здесь эту, тут у тебя партнер, и так далее, и тут тебе представил, что ты улетел в это время в космос. Сразу быстро учится текст. Другой язык, другие механизмы, конечно. Актер – это другой, наверное, механизм для меня тайный. Спасибо. 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 Спасибо.